Я хочу вернуться к словам винистского вагона, что лейда хохмы, знать мудрость, знать, как никак не попасть за поднюдь дурного начала. Есть, кажется, в предыдущем уроке я немножко оговорился, в Торе сказано, что Нахаш, Нахаш, он называется Арум. Арум – это буквально хитроумный, хитроумный. То есть змей соблазнил Хаву и Адама своей хитроумностью. Это, действительно, было очень большая хитроумность, так как Адам и Хава были очень величайшими людьми. И нам дана мудрость, чтобы знание, понимание, чтобы мы не попали в капкан дурного начала. И это было достоинство наших мудрецов, которые установили много установлений, постановлений, чтобы мошенники не могли мошенничать. Здесь, по Венецкому Агаону, испытание Хава и Адама получается из-за того, что нужно было противопоставить мудрости, не мудрости, прошу прощения, а хитроумию змея, надо было противопоставить, что называется, хохма. Как не пасть в его капкан? Есть мусор, потому как вести это гроб. Это, когда человек буквально ограничивает себя, и когда в нем пробуждается его дурное начало, его дурное начало, то он разбивает его, буквально подавляет его. И тут я хочу коснуться одной очень тонкой вещью. В комментарии Венского Агаона на Масэхэд Брахот, в 9 главе Масэхэд Брахот переводится, что то, что он говорит междемно, каят шма, предлюбив Всевышнего, бахолэвэхэд, всем сердцем. Если есть гомора, что так написано, не написано бахолэвэ, а бахолэвавхэд, это двойной вет, имеется ввиду двойное сердце, только двойное сердце. В сердце есть место для доброго начала и дурного начала. То есть тут говорится, что надо служить Всевышнему и дурным началом. Вот там добавляет Венский гоночный такой непростой вещь. И основное служение это именно дурным началом. Это еще не понятно. То есть сначала надо подавлять, разбивать то, что он пишет сейчас. То, что он пишет сейчас. Более того, более того, сказано Пиркайевод, «Мия гибор, ако бешет и царо». Кто богатырь, кто могучий, кто подавляет свое дурное начало. И я хочу вещь немножко объяснить. Эта вещь очень глубокая и непростая, и требует, конечно, жизни много-много помощи с высшим разобраться в этом. В Датву Нотра Мханга приводится, что в мире, который был обновлен, исправлен, есть место для зла. То есть его место для зла, это место для испытания, что зло создано в мире не как самоцель, а чтобы мы его победили, чтобы мы его не соблазнились. И более того, есть место еще одно для использования за вещами вроде бы дурными, дурными качествами. То, что говорит Самасадил Псахим, что сказал Рудова, сказал, ты мне раба, что всегда и пусть я кучу Тору даже не ради нее собой, чтобы в итоге пришел к целому исполнению ради воли Творца. То есть тут написано, что надо пользоваться силами дурного начала, надо просто их использовать для добра. Это очень глубокая вещь, так как пишет Рамхан в многих книгах своих, что центральная ось творения – это обращение зла в добро. Вот есть обращение зла в добро, когда человек, видительно, его разрушает это зло. А есть, когда он его использует ради добра. И человек, допустим, хочет чувствовать себя важным, хочет чувствовать себя великим. Это само ощущение, желание не из добра его источника. Но если человек это желание использует для того, чтобы защищать Тору, чтобы быть большим Рамом и так далее, то в итоге Тора, которую он будет учить, она исправит его. Это и есть использование дурного начала ради служения. И тут я хочу объяснить границу. У нас есть дурное начало, которое мы можем использовать ради добрых дел. Тут необходим очень четкий контроль, очень непростой контроль. Чтобы это, даже когда мы его используем, то есть используем, мы его сейчас не уничтожаем, мы даем ему какую-то жизнь. Но чтобы оно нас не свернуло туда, когда сворачивается. Ну, то есть, короче говоря, когда мы держим дурное начало, как бы на привязи. Есть такое выражение у Рамхалла в его книге «Клах, Петха и Хохма» «Общая сила зла в мире, что они находятся, когда мир более-менее исправлен, они похожи на злую собаку, которая, наверное, на прочной привязи, и, скажем так, в нашем языке есть хороший намордник. Мы всегда, когда, не дай Бог, привязь нарвется и намордник снимается. Вот когда мы пользуемся нашим дурным началом, для того, чтобы у нас были силы, это очень хорошо. Но надо, чтобы просто на меня был намордник, и она была на привязи. Что это означает? Что нам тут требуется контроль. 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 Контроль не дать ему нас побудить на вещи, которые делать нельзя. И кто-то начинает сказать себе, объясните эти слова. Кто богатырь, тот, кто покоряет, тот, кто подавляет свое данное начало, что это написано, тот его уничтожает. То, что его подавляет, что это означает? Он дает ему именно то место, которое, которое ему на самом деле, то самое место, когда от него получаешь пользу. Слово ковеш – это приезжать его на каком-то уровне. Ну, просто один маленький пример, чтобы мы эту вещь просто поняли. После совершения первого храма наши мудрецы хотели изжить причиной этой величайшей катастрофы. Причиной первого храма – это было идолопоклавство. Это был разврат. И наши мудрецы, у них были высшие, величайшие духовные силы. Постами, конечно, мы не знаем, что они сделали реально, но, скажем, что они немного постились и молились. Им удалось изжить из мира дурное начало Ильного поклонства. То есть, по крайней мере, не то что совсем до конца их жизни, но та сила Ильного поклонства, но в первом храме они и жили. Они и жили. Видите, что из святой и святых вышло, как огненное тело вышло. И после этого, отчитывая, что и Всевышний принимал эти мудрецы, они решили, что надо еще даже изжить из мира, страсть к разврату. А вот и у них получилось. Но что произошло? Курица перестала нести яйца. Друга не убедились, что эта страсть, она имеет необходимое положительное проявление. Поэтому у них не было выхода. Они вернули его обратно. И не предоставили нам бороться с ним с собой. И тут, то есть, когда мы говорим о понятии муссар, то, что пишет Агро, это ограничить себя. Бывается два слова. Лишь боро, разрушить и ограничить себя. Есть у нас часть дурного начала, которое мы должны действительно себя уничтожить. И вечная вещь, которую мы не можем, и больше этого делать не нужно. Надо не пользоваться. Поэтому есть слово муссар, а слово бетцор. Ограничение. Знаете, просто вы на привязь, на привязь, и надеть на его морду, на мордик. На это есть очень такой, очень важный намек. Символ удержания из нас зла – это обрезание. Обрезание – это место обрезания, это место, где мы касаемся зла. Поэтому брить мела в обрезании есть две части. Одна – это мела, это буквально обрезание, и зло, которое мы должны отрезать. Даже если это очень больно, даже если это режет кожевое мясо. А есть – это называется прия. Она загибает часть кожи, и она растращивается наоборот. Наоборот – называется прия. И эта вещь очень символическая. Если не делается этот самый прия, то человек считается необрязанным. Первая часть – это намек на уничтожение зла в нас. А вторая часть – как использовать, как это зло превращается в добро. Это – обратить в зло. Наши дуры и наглавности. Используемся к добру. Необходимо тут себя ограничить. Не можно себя не ограничить. Но надо использовать то, что мы ограничиваем к добру. Это, я думаю, одно из пониманий того, что кто говорит о горо, что наше основное служение – это именно дурный врачов. Всего хорошего.